Этот двигатель способен изменить будущее человечества, и поэтому его пытаются всячески запретить. Но в этом видео вы увидите все об этом необычном магнитном вечном двигателе. Новые запрещенные технологии. Американский изобретатель сделал прорывную технологию магнитного двигателя. И возможно в будущем эта технология заменит все. Всем привет друзья, с вами Рафаэль Анриэл, и в этом видео вы увидите, американский изобретатель сделал вечный двигатель из магнитов. Магнитный двигатель способен генерировать механическую, а также электрическую энергию, и это совершенно бесплатно. В этом видео вы увидите, как это действительно работает, и что от нас скрывает правительство. Смотрите видео до конца, также делитесь этим видео и ставьте лайки. А мы начинаем. Полное видео с переводом, а также полные исходники будут в моем Дзен-канале, также в Телеграм-канале. Все ссылки будут в описании под этим видео, если хотите посмотреть полную версию. Электродвигатель это просто устройство, которое преобразует электричество во вращательный момент. Двигатель Мотофлакс вместо этого использует магнитную силу для создания такого же типа механической энергии. Добро пожаловать в будущее производства электроэнергии. На самом деле идея двигателя с постоянными магнитами пришла мне в голову еще в 70-х годах. Я проектировал электрический мотоцикл во время нехватки бензина, когда мы все стояли в очереди на заправку. И пока я проектировал мотоцикл, я спросил себя. Единственная плохая вещь во всей этой сделке – это сам аккумулятор. И я подал заявку на патент, но нам его вернули со словами, что такого понятия как вечный двигатель не существует. А ведь такого понятия как вечный двигатель не существует. Прошло столько лет, и я решил поработать над этим еще больше, и теперь у меня есть патент на двигатель с постоянными магнитами, который называется Мотофлакс. На сегодняшний день в Соединенных Штатах продано более 2 миллионов электромобилей. В большинстве электродвигателей, используемых в наши дни в электромобилях, половина внутренней части двигателя состоит из постоянных магнитов. Таким образом, постоянные магниты выполняют половину работы, но электричество – это третий компонент, который поворачивается другой стороной и заставляет его вращаться. Ты берешь электричество и создаешь магнитное поле, мы говорим, почему бы не использовать постоянные магниты и не заставить их вращать двигатель. Хотя электромобили – это шаг в правильном направлении, в конечном счете, они могут быть не единственным решением проблемы. В новую эру литий-ионных аккумуляторов электромобили стали очень и очень полезными. Но в то же время мы добываем много редкоземельных материалов, и нам нужно производить аккумуляторы. У них есть срок службы, и чем больший запас хода вы хотите получить от своего электромобиля, тем выше доля веса аккумулятора в вашем автомобиле. Так что отдача от них практически уменьшается. Ты тратишь энергию заряда батарей на перемещение груза на расстояние, и в то же время пробиваешь дыру в ветре. Потенциал двигателя MotoFlux выходит далеко за рамки электромобилей и может изменить то, как мы создаем и распределяем энергию по всему миру. Двигатель Flux создает механически крутящий момент, так что это все равно, что иметь движущую силу. Вот так вот, это заменяет двигатель, который приводит в действие ваш генератор. Итак, вам нужно электричество, чтобы управлять всем тем, что у нас сейчас есть в мире – водяными насосами, лампами. Итак, двигатель MotoFlux подключен к генератору переменного тока, и этот генератор дает вам обычное электричество, к которому вы просто подключаете свои устройства. Так что у вас действительно может быть коробка в задней части вашего дома, и она питает ваш дом. Это можно сделать с помощью авианосцев и космических кораблей. Принцип MotoFlux может облегчить нагрузку на национальную энергосистему и дать новое определение возобновляемым источникам энергии. Постоянные магниты фактически заменяют традиционные источники энергии, которые вы знаете сегодня. Линии электропередач, бензин или дизельное топливо. Уголь заменяется постоянными магнитами. Мы видели, мы прошли через большую историю усовершенствований двигателей и того, как они работают, бензиновых двигателей турбин. И теперь мы придумали способ, как использовать накопленную энергию постоянных магнитов для выполнения всей работы. На очереди доказательства концепции MotoFlux. В ходе стендовых испытаний двигатель MotoFlux доказал свою способность генерировать вращающий момент. В этом раннем концептуальном проекте крутящий момент был многократно увеличен по сравнению с входным сигналом. Мы вкладывали крутящий момент в двигатель, чтобы включить радиоприемник. Якорь следует за радиоприемником к следующему полюсу, и мы фактически получаем усиление крутящего момента, получаемое нами от постоянного магнитного поля. Туда поступает мощность, и она измеряется, она отображается на экране, и от двигателя исходит вращающий момент, который больше входного. Это увеличение мощности происходит за счет силы, накопленной в постоянных магнитах. Так что это фактически доказательство концепции, которое невозможно оспорить. Процедура тестирования MotoFlux. У нас здесь четыре модели, четыре варианта развития событий. У меня дома есть еще одна модель, которую я построил в своем гараже. Все замечательные идеи приходят из чего-то гаража, я скажу тебе об этом прямо сейчас. Но на то, чтобы все получилось так хорошо, ушло пару лет. На самом деле это двигатель с воздушным потоком прямо здесь. Вот как мы получаем энергию с помощью постоянных магнитов. Это наш испытательный стенд для проверки концепции в нашей лаборатории. Значит, я могу пройти через это. Я покажу тебе, в чем заключается каждая из этих частей. Итак, это управляющий двигатель, который используется для управления направлением движения радиального направляющего устройства. Таким образом, для поворота радиального направляющего устройства требуется очень небольшое количество энергии. Радиальный направляющий механизм должен приводиться в действие механическим способом или с помощью внешнего электродвигателя. На самом деле в электромобиле он должен быть подсоединен к вашему акселератору. И он соединен здесь с датчиком крутящего момента, который сообщает нам, какой крутящий момент мы вкладываем в двигатель. А это на самом деле полевой директор, который приводится в движение этим двигателем. Эти два вала расположены на одной линии и на одной оси, но входной вал и выходной вал механически не соединены друг с другом. Они соединены друг с другом только с помощью магнетизма. Прирост мощности, который мы получаем с другой стороны, происходит за счет самих постоянных магнитов. А вот здесь находится выходной вал. Итак, еще раз, вот хороший снимок якоря с этой стороны. А это его приводной вал, проходящий через эти подшипники. А вот здесь находится еще один датчик крутящего момента, который показывает нам, какой крутящий момент мы выдаем. Это дисковый тормоз, так что он имитирует нагрузку на автомобиль или генератор, независимо от того, как вы собираетесь его использовать. И мы регулируем гидравлическое давление на суппорт здесь, чтобы увеличить или уменьшить лобовое сопротивление двигателя. Вот наши фактические показания датчиков, и мы получаем наши цифры прямо здесь. Итак, вот это выходная мощность, а вот это входная мощность с другой стороны. Таким образом, мы можем стоять прямо здесь и наблюдать, как вращается двигатель и какую отдачу он нам дает. Хорошо, давайте хорошенько разберемся в том, что здесь происходит. На самом деле, сегодня мы все это устроили специально для тебя. Так что это доказательство правильности концепции. И как ты можешь видеть здесь на экране, мы вводим крутящий момент примерно в четверть фут фунта. А на выходе двигателя мы фактически получаем около пяти фут фунтов. Вы можете посмотреть на экран нашего компьютера и увидеть, что мы получаем положительные и отрицательные входные данные. Это происходит из-за масштаба наших измерений. А иногда арматура действительно тянет руководителя полевых работ вперед. Мотофлюкс постоянно проходит испытания в самых разных условиях. В этом тесте мы используем несколько вариаций. Одна из них – частота вращения, а частота вращения опять же контролируется справочником радиополя. Мы также регулируем сопротивление этого дискового тормоза, из-за чего машине приходится работать интенсивнее. Таким образом, мы контролируем две разные вещи. Мы контролируем обороты в минуту, и мы контролируем сопротивление или нагрузку. Мы не знаем, где находится самое приятное место. Конечно же, это будет индивидуальная конструкция двигателя, у которого будут свои особенности. Мы просто можем доказать, что получаем пользу от силы постоянных магнитов, и в этом заключается вся цель этого доказательства концепции. Мотофлакс обеспечивает дополнительную мощность при любых обстоятельствах, и принцип Мотофлакс готов к дальнейшему развитию для широкого спектра применений. Так что представьте себе, какой вклад Мотофлакс может внести в решение дилемм, с которыми мы сейчас сталкиваемся в связи с частыми отключениями электроэнергии в Калифорнии. Они фактически санкционировали продажу электромобилей в Калифорнии, а затем попросили вас не заряжать их по выходным. Хорошо, так что просто подумайте о том, как можно избавиться от большей части аккумуляторной массы всех этих электромобилей и свести к минимуму выбросы углекислого газа. И вместо того, чтобы называть их электромобилями, называйте их ЗЕВС – транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов. Но потенциал этого совершенно неизвестен в будущем, и я думаю, что это начало самой большой революции в автомобилестроении, какой была река. Теперь посмотрим, как это работает. Электродвигатель является развивающейся технологией уже почти 200 лет. Компания Мотофлакс открывает путь к созданию двигателей следующего поколения. Я твердо верю, что изобретение Мотофлакс изменит мир, потому что это следующий логический шаг в развитии мощности вращения. Таким образом, электродвигатель полностью эволюционировал и подвергался перепроектированию, изобретению заново, доработке и усовершенствованию в течение 200 лет. И все же ему по-прежнему требуется электричество. Идея моторного потока заключается в том, что мы хотим извлекать энергию из силы, накопленной в постоянных магнитах. Принцип моторного потока дает нам возможность заставить магнитное поле вращаться и придавать нам крутящий момент. Он был запатентован два года назад, с тех пор мы его разрабатываем, и теперь мы готовы показать его всему миру. В уникальном дизайне двигателя Мотофлакс используются три отдельных компонента. В центре которого расположен регулятор радиального поля. Директор заключен в скобке с обеих сторон постоянными магнитами, встроенными в якорь, создавая таким образом чистые линии потока, проходящие через якорь вокруг статора. Радиальный директор и якорь соединены только магнетизмом. Снаружи находятся наконечники полюсов статора из черного металла. Пунктирные линии указывают на магнитные линии потока на данном этапе цикла двигателя. Точно так же, как и на нашей собственной планете, линии движутся с юга на север и ищут кратчайший путь к завершению. На данном этапе они проходят по кратчайшей линии через черную сталь. Чтобы начать процесс создания крутящего момента, приводится в действие радиальный регулятор, который начинает вращаться внутри якоря. Это вращение искажает магнитные линии. Теперь линии проходят через директор и магниты якори и ищут более чистый и короткий путь. Этот путь можно найти по следующему наконечнику магнитного полюса. Теперь линии снова искажены, так как они нашли более эффективный путь через статор. Затягивание магнитных линий приводит к тому, что якорь вытягивается вперед, что возвращает двигатель Mout of Flux к чистой цепи. Линии снова проходят через двигатель кратчайшим возможным способом. Этот процесс повторяется для каждого наконечника полюса вокруг статора двигателя. Удерживая директор в постоянном вращении перед якорем, мы достигаем механической мощности, используя только энергию постоянных магнитов. Это наш двигатель M1. На самом деле это режиссер. Это сделано из пластин черной стали. На самом деле это постоянный магнит прямо здесь, а вот здесь отверстие для железа. Если повернуть его, то можно увидеть, как это происходит на самом деле с опережением времени. А затем магнит догоняет его, потому что он хотел сократить магнитные линии потока в цепи. Так что я могу показать тебе это еще раз. Видишь, директор всегда должен двигаться первым, а затем якорь следует за ним. Итак, это эксперимент M3, который является хорошим способом показать тебе наконечники шестов. Они ламинированы, и благодаря тому, что они ламинированы, это помогает лучше контролировать магнитные линии потока. У нас есть по три магнита с каждой стороны этого магнита. А видишь, как они ориентированы по отношению к наконечнику полюса. Поэтому поворачивая этот вал, смотри, как я его немного поворачиваю, и тогда якорь хочет следовать за ним. Так что я даже не могу этого сдержать. Он такой мощный. Так вот в чем заключается принцип мотивации. Теперь он переходит в руки инженеров, автомобилистов и дизайнеров. Таким образом, вы используете принцип моторфлюкса для получения энергии от регулятора силы и постоянных магнитов. И тогда каждая компания или каждый инженер разработают двигатель с принципом моторфлюкса для своих нужд. Ну что, друзья, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся. До скорых встреч. Пока-пока.